На этом я передам слово нашему завершающему спикеру по данной сессии, Григорию Лещенко, для того, чтобы наконец-то поговорить о деньгах. Коллеги, здравствуйте. Доброе утро. Меня зовут Григорий Лещенко, я директор по инвестициям «Осколковый Венчурс». Пока загружаю мою презентацию, расскажу два основа «Осколкового Венчурс». Как вы знаете, фонд «Осколкового» является не коммерческой организацией, а вся его деятельность направлена на поддержку развития технологий. В фонде сегодня 1700 компаний, и уже в прошлом году, даже раньше, мы подумали, что не все эти компании являются ранними стартапами, многие из них уже подросли, и им пора помогать уже выходить, как бы, вылетать из гнезда, потому что они делились и продолжать дальше. Поэтому мы решили создать коммерческую организацию «Осколкового Венчурс», которая, по сути, занимается привлечением инвестиций для «Осколковских стартапов». Также мы не ограничены периметром фонда «Осколкового» и можем работать с компаниями «Осколкового». Наша основная деятельность – это помощь и поддержка в привлечении инвестиций. Мы выполняем такую роль хорошего инвестиционного консультанта, инвестиционного банка, скорее всего, потому что у нас порядка 15 человек пришли в этом году. Все с опытом работы на российском рынке, венчурных инвестиций, на российском рынке инвестиционных услуг, на западном рынке, я сам долгое время работал за границей и в фондах, и в банках. И мы помогаем компаниям привлекать деньги. У нас также есть, нам российская венчурная компания выделила порядка 6 миллиардов рублей, которыми управляют наши фонды-партнеры. То есть мы инвестируем под бренд «Осколковый Венчурс», но всю работу по отбору инвестиционных проектов, обслуживанию сделок, проведению сделки, структурирование, выполняют наши фонды-партнеры. «АйТек Капитал», который фокусируется на технологиях IT, и «АйТубиЭф», который фокусируется на индустриарных технологиях. Там все от добычи, нефти, до все политические деньги и так далее. Мы же смотрим на весь спектр IT-технологий, которые в себя, конечно, включают и проекты по виртуальной и дополненной реальности. В прошлом году мы привлекли порядка полутора миллиардов рублей для нашей компании. Некоторые сделки здесь обозначены. К сожалению, в области векра и ара мы еще не нашли проектов, которые мы могли бы продать нашим инвесторам. У нас сложились очень хорошие взаимоотношения. Мы знаем практически все фонды российские, которые только существуют в России. Со всеми с ними у нас прямые настоящие порабочные взаимоотношения, потому что мы им приносим хорошие проекты. Они всегда отвечают на наши звонки, всегда рады с нами встречаться. То есть мы являемся таким хорошим фильтром для них и работаем с ними плотно. Сейчас у нас тоже хороший уже баклайн из проектов и работаем с ними. Это и фонды, это и корпоративные фонды компаний, как российских, так и западных, все семейные офисы, околоэнергетические такие фонды, которые существуют. И есть у нас подразделения, которые даже сейчас разрабатывают пожелания и советы для работы с плотностью Минкомбанного развития по проведению ICO. То есть как проводить ICO в России, как с ними работать. И по всему, ну это тоже включаем блокчейн. Про блокчейн и ICO вам расскажет наш коллега Павел Новиков. На второй половине дня приходите послушайте его. Мы же посмотрим на то, что нужно инвесторам. Помню свои первые дни, когда мы начинали разговаривать о виртуальной реальности. Это конец 2014-го, начало 2015-го года. Замечательные были, конечно же, прогнозы и со всех сторон, и Goldman Sachs, и Piper Jeffrey. Все писали 110 миллиардов долларов уже буквально к 2025-му году. Ну, может быть, мы пока этого не видим, конечно же. Подождем. Сейчас все говорят уже о... Все эксперты начинают говорить, что вы хотели так быстро, уже ничего не развивается. Посмотрите на другие технологии, потребовались годы. И, ну, видим, вы видели карту Landscape российских компаний. Вот, чисто в качестве иллюстрации Landscape зарубежных компаний. Компании появляются, есть в России, есть зарубежок. Цветы распускаются и цветут. Многие из них, как говорил Алексей, это крупные уже компании, которые занимаются этой Samsung, Sony и Google. То есть они тоже вкладывают активно, активно смотрят компании. Мы их знаем, но, к сожалению, показатели еще пока не нашли. Вот, как бы, некоторые компании, которые недавно получили инвестиции, конечно же, мой любимый кейс, это Magic League, который совсем недавно было, примерно три недели назад, нам сказали, что они сейчас привлекут еще миллиард. И буквально десять дней назад сказали, что миллиард не получилось, получилось только пятьсот миллионов. Стоимость компании, конечно же, по новой оценке получается порядка шести миллиардов долларов. Ну, есть, конечно, такой соблазн понехиничить и сказать, что в результате у них ничего не получится, все потеряют деньги, и король окажется голым. Не только у меня, много из моих друзей и коллег не понимают, как это возможно, компания без выручки, без продукта, обладая какой-то технологией, которая, в принципе, уже есть, зачатки какие-то на рынке. Ну, не знаю, может быть, пустила пыль в глаза, но я надеюсь, что у них что-то все-таки есть, но будет смешно, если у них ничего не окажется. Но урок отсюда, какой мы можем вынести. Команда разработчиков с интересной технологией сумела привлечь великолепную команду и дополнить свою команду, как маркетологов, специалистов по бизнес-девелопенту, специалистов по разработке, всех, кто бы их собрала. Часто, которые, вот, команды, которые к нам приходят и просят деньги, и приходят в фонд Сколкова, команда у них, вот, страдает. Если у вас хорошая технология, посмотрите, наберите себе, если, ну, не на зарплату специалистов, возьмите их себе как адвайзеров, возьмите себе и как советников каких-то, да, обратитесь, вот, Сколтех университет. Там огромное количество умных людей, которые открыты, которые доброжелательные, которые общаются, которые любят стартапы. Возьмите их себе в советники. Возьмите кого-то, ну, изнутри, вы же ездите на западной конференции, поговорите там с людьми. Если, ну, это как бы первый признак, да, если вы не смогли собрать крепкую команду единомышленников и продать свой продукт, каким-то советникам, да, потенциально, людям более-менее известным в промышленности, наверное, приходить с детеками еще рановато. То есть есть, можно говорить, то есть есть хорошие сервисные бизнесы, которые делают проекты, на них зарабатывают, делают какую-то визуализацию, для, не знаю, для недвижимости. Хороший бизнес, на нем можно купить там квартиру, машину заработать, но это не те бизнесы, в которые инвесторы будут вкладывать деньги. Поэтому соберите хорошую, качественную команду, в первую очередь, ведите их встать с вами в строй и приходите тогда к инвесторам. Ну, вот еще несколько цифр за 15-й год, за 16-й год хороший, прекрасный рост. Маленькая точка справа, это, конечно же, рынок инвестиций. В России всего лишь 12 миллионов, интересно здесь, конечно, как смещается фокус с шлемов виртуальной реальности на приборы, очки, домок реальности. Ну, рынок растет, ну, скажем, в 17-м году, может быть, ну, наверное, нет цифры. Если бы вот в четвертом квартале вот совсем недавно 500 миллионов не заполучил Magic Clip, то было бы уже печально. То есть история по инвестициям, по количеству инвестиций в 17-м году, она явно бы не дотягивала. И вот эти вот скачки, это все Magic Clip. Magic Clip продолжает собирать деньги. То есть мы видим, ну, и вы, наверное, видите, то есть на конференциях, в общении с даже с турбежными инвесторами тема VR начинает как бы остывать, переходит из хайпа в более такую прагматическую плоскость. Самый западный инвестор, самый активный, это, конечно же, фонд Ротенбергов, не наши Ротенберг, а их Ротенберг, Бусвиси и остальные. То есть укладывается, хотя их деятельность тоже, к сожалению, ослабевает. Все начинают рискать уже такие инфраструктурные, интересные решения. А в российской компании, российские фонды тоже инвестируют, как я сказал, мало российских или постсоветских проектов. Вот RUNA недавно вошла в проект. Ну, наверное, они сошли, что Экопиксель гораздо интереснее, хотя примерно то же самое, как мне кажется. Есть у наших коллег из Nettlebox. В Nettlebox, я уверен, что можно сделать примерно то же самое. Опять-таки, нужно доработать пич, наверное, нужно бизнес-кейсы показать, как это решается. То есть нужно чего-то, наверное, не хватает у ребят. Хотя элитарные не дошли, готовые, готовые поговорить и вернуться, разработать кейс хороший. Lornabel, менчурс, это семья обыцеливых. Тоже хорошо знаем. По-моему, белорусский стартап вложений недавно 5 миллионов. Система VC, конечно же, Bell Science. Ну, не знаю, наверное, хороший проект. Хотя там бизнес-модель это рассылка наборов для химических опытов. В основном компания на этом заработает. Ну, такой компонент туда прилепить хороший, наверное, интересно. Blend, там клиенты хорошие, там все и Google, и Intel, I2BF, фонд, наш партнер, вложили туда недавно деньги вместе с Combra. Ну, и, конечно же, Free, Free, в эти Latency, ребята, здесь 120 миллионов вложили. Ну, и все компании, конечно же, все смотрят больше чаще, разочаровавшись на это общение с инвесторами и считая, что инвесторы их не понимают, многие идут на ICO. Опять-таки, ICO тоже потерпел множество изменений и проекты просто с одним названием и интересным потенциалом там больше не прокатывают. Это вполне хорошая компания, я думаю, у них прошел или уже проходит или прошел уже ICO. Они будут успешны, потому что технология действительно интересная и востребованная. Но об этом тоже можем подумать и про ICO мы можем говорить, мы можем наверное как-то помогать его готовить. Могу сказать, что нам интересно, что интересно нам и инвесторам, с которыми мы общаемся, это в первую очередь те же самые кирки, лопаты и инструменты. Во-первых, те инструменты, которые повышают эффективность профессиональных пользователей, это профессионально интересные, B2B-шные продукты платформенные и B2C-шные проекты тоже довольно интересные если они не хотят сделать понятное предложение для создания контента, потому что всех плачут и говорят, что контента нет, в шлемах в этих замечательных смотреть нечего, нужно дать простые понятные инструменты люди в руку, чтобы все мы собирали и выкладывали в YouTube или что-то VR-ом, это будет какую-то платформу обмена контентом, чтобы были проекты. но конечно не нужно ждать, я считаю, не нужно ждать, что когда появятся 10 миллионов или 100 миллионов шлемов в продаже, нужно сделать все хотят инвестеры увидеть такой проект, который заставит пользователей покупать эти шлемы, заставит пользователей делать этот проект и создавать контент и увеличить это количество первых адоптеров, первых пользователей в разы. То есть вот такие проекты были бы интересны даже при наличии небольшой выручки. Буду рад с вами пообщаться. Пишите на почту. К сожалению, сейчас не нужно бежать. А так все проекты, которые мы можем с которыми мы могли бы работать мы смотрим на выручку. Проекты, наверное, без выручки это к нашим коллегам в фонде Сколково. Там есть система грантовой поддержки, там есть система помощи, коммерциализации, разработки. К нам, к инвесторам, уже они хотят посмотреть какую-то видимую, историческую видимую выручку в районе как минимум 30-50 миллионов рублей. Вот, спасибо. Алексей. Я здесь. Спасибо большое, при этом. И вы высытил проблему, про которую я не сказал. Когда я показывал слайд технологий, которые мы ищем и которые у нас есть, я забыл помнить очень важную вещь. Фонд Сколково дает неразбывающее финансирование на этапе пресида для технологических проектов. То есть, если вы делаете не просто контент на базе а вы делаете технологию или вы заказчик и у вас есть перспективная команда или R&D и вы готовы сделать спин-офф, Фонд Сколково может профинансировать при сфинансировании определенным эту технологическую разработку для того, чтобы сделать из нее глобальную историю. Продолжение следует...